здравствуйте дорогие друзья видение которому мы сегодня посвятим наш ролик оно связано непосредственно с самим просветлением у каждого из нас есть свой потенциал который конечно же можно видеть духовным зрением и вот вопрос который чаще всего задают люди которые следуют традиции йоги или в pricing и туизма а смогу ли я достичь просветление в течение одной жизни это я бы даже сказал один из из основных вопросов который поднимают также еще и учителя традиции индуизма и конечно же каждого последователя этот вопрос волнует а успею ли я достичь в течении одной жизни просветления поскольку согласно традиции индуизма считается что если человек не смог достичь просветление в течение одной жизни, то в следующей жизни подобная возможность может не предоставиться. В этом основная проблема. Именно поэтому существует такой вот элемент торопливости в практиках йоги, что человек должен именно в течение одной жизни успеть. Чаще всего, знаете, бывают ошибки в состоянии Барда, когда происходит выход души из физического тела. Когда нам будет сто лет, мы, естественно, поменяем это тело на другое, душа выйдет из одного тела, родится в другом месте, в другом теле, в другой утробе. И, конечно же, где мы родимся, чаще всего, дорогие друзья, чаще всего бывает для всех нас неизвестным состоянием. И именно это качество, оно не придает уверенности от слова совсем, всем нам. И на этот элемент всегда указывают учителя в традиции индуизма, или же гуру в традиции индуизма. И мой друг, он также в некоторой степени задавался этим вопросом. Занимается он, наверное, йогой лет 10-12, довольно много. Но в большей степени он занимался медитативными техниками. А последние несколько лет занялся именно хатха-йогой, начитыванием мантр. И начал выполнять более грубые практики, связанные именно с физическим телом. Но я ему указал, что на самом деле, если твое тело не готово к медитации, то медитация, собственно, развиваться не будет. Поскольку существует полная взаимосвязь между состоянием тела и состоянием ума, состоянием энергии. Поэтому в традиции индуизма сначала даются предписания, а потом уже третьим этапом духовной практики дается именно хатха-йога. То есть сначала яма-не-яма, а потом уже дается именно хатха-йога, чтобы человек привел в состояние гармонии свое тело, чтобы тело было очень выносливым, чтобы оно могло выдерживать очень большие нагрузки. Поскольку практика медитации, практика начитывания мантр, они предполагают к длительным нагрузкам. Или располагают к длительным нагрузкам. И мой друг, он также, знаете, как-то так вот огородами подошел к этой теме и начал всячески сначала намекать, но я намеки не понял. То есть такие, знаете, двусмысленные вопросы. Виталий, как вы считаете, кто из нас может достичь просветления и так далее? Я сначала как бы не понял, но в тот день мы поехали на индийский рынок, сидя в машине. Я, кстати, запишу еще одно видео, в котором также расскажу одно из видений, которое случилось в этой поездке. И пока мы ехали около часа, наверное, на метро Севастопольское, на машине, да, я сидел на заднем сидении, и у меня была прекрасная возможность, я мог помедитировать, начитывал мантру, также утратил ощущение тела, и было у меня очень такое, знаете, яркое видение. Причем я увидел, как будто бы я нахожусь в нем самом и смотрю на мир его глазами. Я увидел именно Северную Индию, это горы, которые связаны с Гималайами, точнее, это предгория, и гор было очень много. Я видел небольшие поселки, небольшие города, и я увидел своего друга, точнее, я был как бы в нем, да, то есть с позиции сознания, именно с позиции чистого сознания, я находился в его астральном теле и смотрел на его судьбу его духовными глазами. Это одна из техник, которые также существуют в традиции индуизма, когда йог может входить в тело любого другого человека, независимо это мужчина, женщина, ангельское существо, божественное существо, полубог какое-то, либо даже демоническое существо. Здесь проблем вообще никаких не бывает. Единственное, что если происходит вход существа, которое ниже по уровню, конечно, здесь просто надо очень внимательным быть и не набраться нечистых энергий от этого существа или этого человека, допустим. То есть этот элемент иногда проскакивает, то есть надо быть очень аккуратными. Но если вы опытный йогин, то для вас, собственно, трудностей не будет. И я причём в ход данный случился совершенно спонтанно, то есть я как бы не задумался о нём и расслабился. Я потом объясню, почему это видение случилось. И я увидел, как будто бы я нахожусь у подножья высокой горы. Относительно гор я уже рассказывал, что если человек видит в сновидении или в видении подъём на гору, это указывает на то, что у него в жизни начинается успех. Но мы сегодня рассмотрим немножко другой элемент. Вопрос в его случае, как я понял, он заключался в том, что сможет ли он достичь просветления или же не сможет именно в течение одной жизни. И в самой медитации, находясь уже вне физического тела, я увидел эти индийские горы, эти вот древние города, которые там есть, ашрамы, древние храмы. И я увидел этого молодого человека, я смотрел на его судьбу его глазами, через его астральное тело. И я увидел гору, и в направлении этой горы шла дорога. И дорога, знаете, она как бы вот таким вот вьющимся движением вокруг самой горы, она обвивая гору каким-то вот таким вот, знаете, хитромудрым серпантином, она поднималась всё выше и выше, и в результате уже с расстояния я видел, что эта дорога, она поднимается на самую вершину. И я понимал, находясь в состоянии медитации, что вершиной в случае моего знакомого является именно уровень просветления. И вот в его планах, в его задачу входил именно этот подъём. То есть ему надо было подняться на вершину горы. Если он в видении или в медитации, в моём случае, как я за ним наблюдал, смог бы подняться, то таким образом это было бы хорошим благим знаком на то, что он сможет достичь именно просветления в течение одной жизни. Ну и я, естественно, наблюдая за его астральным телом, я начал наблюдать, как он пошёл в эту гору по этой серпантинной дороге, всё выше и выше и выше. Хочу сразу сказать, что дорога была довольно утомительная, то есть это была очень большая нагрузка и на сердце, и на тело, и на всё. То есть напряжение было очень мощное. Но подъём в гору, он всегда сопровождается вот таким вот большим перенапряжением. Но при этом отметил, что дорога, по которой он шёл, она была очень надёжная. Да, она, во-первых, была широкая, во-вторых, не было нигде ни оврагов, никаких тоскосов, нигде не надо было прыгать, просто равномерно, планомерно развиваться, регулярно выполнять практики, выполнять начитывание мантры. Таким образом, всё это является как бы частью данного пути, данного подъёма на гору. По большому счёту, я поднялся, как бы наблюдая за ним, практически на вершину горы. И когда уже оставалось буквально там, возможно, с полкилометра, я уже видел как бы с большого расстояния, что всё хорошо, он подняться может. И, по сути, он уже поднялся, да, то есть видение имеется в виду. И ему остаётся там совсем чуть-чуть, и я уверенно чувствую, что он поднимется без всяких проблем. Этот отрезок пути, и мне как бы не надо уже дальше идти, и, естественно, я его покидаю. То есть его астральное тело оставляю, я понимаю, что ему осталось совсем чуть-чуть, и он поднимется на вершину. А что самое интересное, на вершине, я чувствовал, находится очень древнее святилище. Это святилище было связано именно с Шиволингомом, бога Шивы. И действительно, существуют традиции индуизма, семь или восемь именно древних самопроявленных лингомов, образов бога Шивы. Они считаются самыми редкими, самыми сильными, самыми почитаемыми в традиции индуизма. То есть такие, знаете, очень сакральные места. Они очень древние, да, то есть их не то, что там несколько тысяч лет, но, наверное, несколько сотен тысяч лет, насколько они древние. Когда я смотрел на этот Шиволингом, я понимал, что вот этот вот сам символ образа бога Шивы, этот символ является уже просветлением. И то, что он поднялся на гору, и то, что он дойдет до самого конца, и у него будет возможность поклониться данному лингому, совершить какое-то почитание подношения цветов, гирлянд, масел, меда и так далее, как это выполняется в традиции индуизма, это в моем видении свидетельствовало о том, что он сможет достичь просветления. Я, конечно же, за него очень порадовался, но обратите внимание, на вершине горы был именно Шиволингом, то есть образ бога Шивы. О чем это говорит? О том, что просветление он сможет достичь только на пути следования богу Шиве. Почему такой именно знак был? Да все дело в том, что господь Шива, он является в большей степени аскетом, и все лишние наслоения, которые существуют у нас в сознании, в уме, в энергиях, он их просто отметает. То есть в традиции индуизма, или в традиции шиваизма говорится, что весь мир, по сути, является сном, и что весь мир – это иллюзорное восприятие, что мы находимся в авидии, в состоянии невежества, и от этого невежества, конечно же, нужно избавиться, нужно достичь просветления. Именно такая идея доносится. И на этом пути происходит очень мощный отсев всех вот этих вот побочных наших чувств, эмоций, всевозможных стремлений лишних, да, то есть кто-то стремится к просветлению, а кто-то стремится к просветлению и частичному удовлетворению своих желаний. Понимаете? Этот элемент, он в традиции индуизма отсеивается, да, то есть если ты погружаешься в традицию шиваизма, то ты понимаешь, что на самом деле, как бы, а что с собой тянуть, если все это не поможет, да, и человек постепенно все отбрасывает, все лишнее, и впоследствии он становится таким, знаете, очень, как бы, чистым существом, который в духовном мире даже видится как совершенно белой душой, которая олицетворяет именно символ чистоты, да, то есть белый свет – это символ аскезы, символ отречения. И на самом деле, периодически, когда ребята мне задают вопросы, связанные с какими-то элементами духовной практики, я им отвечаю, что со многими трудностями, которые у нас возникают, можно справиться на самом деле посредством следования или начитывания мантр Бога Шивы. Господь Шива – это разрушитель, он разрушает, причем все, это довольно суровое божество, которое непримиримо на пути духовного развития, да, то есть если Господь Шива принимает решение, что нужно развиваться, он отрубает, отсекает, уничтожает в себе и в других все, что мешает самому человеку. Но следовать данной традиции, я еще раз повторю, эту тему я также поднимал, ну или следовать традиции Бога Шивы, можно в том случае, если у нас нет семьи и нет каких-то очень больших родственных обязательств, да, то есть если мы не связаны оковами родственных отношений, семья, дети, жена, муж, родственники, престарелые родители, в этом случае, конечно же, нужно поостеречься и выполнить те семейные обязанности, которые нам необходимы по карме. Эту тему последствий мы также поднимем, но не сейчас. И вот чтобы, следуя традиции Бога Шивы, мы не погрузились в само отречение настолько, что мы не разрушили свою собственную семью, не бросили детей и жену, как это делается, собственно, с традицией христианства, когда человек уходит в монастырь, чтобы это не случилось, еще раз подчеркиваю, нужно почитать Бога Шиву именно в сочетании или в соединении с его супругой, богиней Парвати, да, или богиней Кали, Шива Кали или же Шива Парвати. У них еще очень часто на изображениях Шивы и Парвати на руках либо Шивы, либо Парвати сидит маленький Ганеш, ну или Сисубрамания, это их детки. И в этом смысле, если мы будем почитать именно это божество, тогда это божество сохранит нашу семью, и мы сможем одновременно и совершать духовную практику, и следовать пути духовного развития. Если нас не связывают брачные узы, соответственно, можно почитать непосредственно самого бога Шиву, и тогда нам на самом деле будет намного легче, да, то есть, поскольку нет обязанностей, нас ничего не связывает, тут уж намного легче практиковать. Но сразу хочу сказать, что это довольно радикальный, очень серьезный путь, и он довольно сложный. Как по мне, мне больше нравится традиция Нарайана, традиция аватаров, и именно этому пути я следую. То есть, йога, семейная жизнь, и вы сами можете видеть, что, невзирая на то, что у меня семья, мальчишки мои, супруга прекрасная, да, тем не менее, развитие в моем случае имеется. У меня есть и знаки пробуждения, и уровень какой-то самадхи, и опыты я регулярно получаю, да, и мистические способности проявляются и так далее. То есть, в принципе, возможно развиваться и в семье без проблем. Вообще проблем нет. Очень важно понимать, как это работает, и важно найти, конечно же, духовного учителя, который сможет нам все это объяснить, донести до нас, да. Есть действительно нюансы, которые очень важны. Ну вот, собственно, все относительно самого просветления. Данный молодой человек, у вас есть возможность достичь просветления. Отвечаю прям вам в видео. Все дело в том, что когда мы ехали в машине, я первое, что спросил у него, поскольку само видение случилось совершенно спонтанно, это указывает на то, что я не интересовался этим. Но у этого молодого человека был вопрос. Он хотел, чтобы я просмотрел данную ситуацию и смог ответить для него на этот вопрос. Отвечаю вам прямо в видео, и данный ролик, он также будет еще и, скажем так, обучающим материалом для других, чтобы мы умели и понимали, и разбирались во всех этих тонкостях духовного зрения и духовной практики. Это очень важно. Поэтому, когда я у него спросил, он действительно признался, да, у него был такой внутренний вопрос. Он очень хотел получить именно этот ответ. И именно поэтому видение, которое пришло мне, оно было совершенно спонтанным. Я еще раз хочу сказать, я не задавался этим вопросом. Вот так работает духовное зрение, вот так приходят переживания, и таким же образом мы получаем знаки о уровнях просветления на сегодня, дорогие друзья. Достаточно. До новых встреч.